Здравствуйте дорогие друзья! Вас приветствует гроссмейстер Сергей Шипов, эксперт сайта крестбук.ком. Комментирую для вас третью партию претендентского матча в Софии. Сегодня Камский без больших хлопот сделал ничью. Таким образом он остановил свое падение и, как говорится, закрепился в борьбе. Он вновь разыграл защиту Грюнфельда. Судя по всему, именно на этот дебют он будет делать ставку в этом матче. Собственно, уже делает. На этот раз Топалов сменил дебютную пластинку. В первой партии он разменялся на Д5, сыграл Е4, разыграл классическую систему. Теперь он тоже вспомнил другую классику. Он сыграл Ферзь Б3, надавив на пешку Д5 и вынудив размен на С4. На самом деле, эта идея чаще встречается после включения Конь Ф3, Слон Ж7 и здесь играют Ферзь Б3. Я называю этот вариант вариантом Ботвинника. В общем, здесь есть разные названия, но не в этом суть. Суть в том, что белые таким образом захватывают центр. А современные гроссмейстеры играют Ферзь Б3 сразу, без включения ходов Конь Ф3, Слон Ж7. Дело в том, что современные шахматисты, они умеют находить свою особую прелесть даже в недостатках позиции. И здесь таким, как будто бы недостатком позиции белых является то, что Конь остался на Ж1. На самом деле, это обстоятельство оказывается как раз в какой-то степени не выгодно черным. Е4, 2, 0. Черные завершают развитие, готовятся контратаковать в центре. Теперь Слон Е2. Очень хитрый ход. Как можно заметить, черный Слон не выходит на Ж4. Здесь Камский, как я понимаю, немножко удивил соперника ходом А6. Начиная с этого момента начались сомнения у Топалова. Ясно, что, может быть, он не очень внимательно готовился к этому направлению. Основное продолжение вместо А6, Конь ФД7. Конь по заветам предков переходит на Б6, чтобы пешку Д4 атаковать. Но белые играют опять-таки не Конь Ф3, а Слон Е3. На Конь Б6 Ферзь Д3. Пешку Д4 защищают. А из-за того, что наша прелесть осталась на Ж1, поэтому черный Слон на Ж4 не выходит. В общем, здесь довольно бурно развивается теория, и пока на сегодняшний день ее состояние к выгоде белых. Поэтому Камский сюда не пошел. Он сыграл А6, подготавливая ход Б5. Экспансия на Ферзьем фланге. В общем, должна ему помочь развить фланг. На всякий случай здесь скажу, что наивный ход А4 допускает тем не менее ход Б5, потому что после АБ АБ у белых под боем и Ферзь, и Ладья А1. В общем, этот тактический мотив обычно проходит в детстве. Ну, иногда и седые люди тоже зевают подобные вещи. Ну, конечно, это не относится к лучшим шахматистам мира. Топалов сыграл намного логичнее. Он сыграл слон Ф4, нападая на пешку Ц7. Дело в том, что если здесь заслонить эту пешку конем, ходом Конь Ц6, то тогда ход А6 окажется бессмысленным. Например, после Конь Ф3 ход Б5 уже нельзя осуществить из-за взятия на Ц6. Камский поступил намного энергичнее. Он просто пожертвовал пешку Ц7 ходом Б5. Белым надо брать, иначе зачем был ход с Ф4. После взятия на Ц7 здесь последовала формальная новинка. Размен на Ц7. Но, конечно, этот ход объективно лучший. И совершенно очевидно, что все сильные игроки, аналитики должны рассматривать этот ход. Дело в том, что, повторяю, есть некоторое своеобразие в позиции Коня осталось на Ж1. Здесь встречалось взятие на Д4. Например, в партии Якович Шамоев последовал Ф4 Д4. Но белые, на удивление, быстро развили инициативу. И, конечно, повторять, вот скажем, такую позицию Камскому никак не хотелось. Он разменял Ф7 на Ц7 и атаковал немедленно белого Коня на Ц3, который защищает пешку Е4. Последовал Конь А4. Ход этот не просто отступление, но еще и нападение. Дело в том, что белые угрожают выпрыгнуть Конем на Б6 и после отхода ладьи останется без защиты Конь Б8. Поэтому Камский не стал бить пешку Е4, а развил второго Коня. Теперь обе белые пешки оказались под боем. Здесь Топалов долго размышлял, но, видимо, избрал правильное продолжение. Он сыграл Д5. Дело в том, что если продвинуть другую слабую пешку, сыграть Е5, тогда после Конь Д5, слон Ф3, слон Е6, черные добиваются прекрасного развития фигуры. У них блестящая позиционная компенсация. Я еще изучал здесь вместо хода Д5 такой агрессивный метод ладья Ц1 и на Конь Д4, Конь Б6. Кажется, что черные несут потери, но следует продолжить немножко вариант. Ладья А7, слон Б8. Ладья Б7 взяли на Ц8. Ладья Б8, Конь Е7, король Х8. То есть у белых лишняя пешка, но если здесь как следует призадуматься, то выяснится, что у них не все хорошо, развития нет, пешки слабо, а если сыграть Ф3, последует очень сильный ход Б3, и слабость пешки Б2 обуславливает довольно серьезный перевес у черных. Так что ход Д5, который сбрал Топалов, на мой взгляд, сильнейший. Конь Д4, логичный ответ, угрожает Вилкан Ц2, слон Д3. Слон Д7, восклицательный знак, еще один сильный ход, но, судя по всему, вот где-то здесь заканчивается анализ, домашний анализ штаба Камского, с вердиктом, что у черных хорошая контригра. Последовал Конь Б6, естественный ход, куда еще ходить, но вот здесь Гата начал неприятно удивлять тем, что вспомнил дурную привычку долго думать над естественными ходами. Ход слом Б5 абсолютно логичный, естественный, но он минут 20 на него потратил, в общем, это совершенно было неправильно. И здесь начались совершенно бездонные осложнения, в которых разобраться, конечно, очень было сложно. Я изучал массу продолжений. Здесь Топалов сыграл наиболее простым способом. Я думаю, что это было практично с его стороны. Дело в том, что, видя позицию в первый раз и не зная некоторых тактических идей, легко попасть в просак. Если белые берут, слон бьет Б5, тогда черные не торопятся шахом на Ц2, они отвечают просто АБ, продолжая свою атаку. Если, например, белые берут ладью, то и черные делают то же самое. Причем после КНФ3 ладья бьет А8, ладья А1, они успевают съесть центральную пешку и, в общем, сохраняют отличную инициативу. Центральным продолжением я считал здесь ход ладья Д1. Ход достаточно принципиальный. Белые защищают слона, уводят ладью из-под связки. Но дальше в анализе выяснились некоторые неприятности. Черные играют ладья А7, нападают на слона. И после слона Е5, размена на Д3, дают шах на Ц2. Теперь атаковать коня не очень хорошо, на КД2 черный конь быстренько проскочит на Ф2, поэтому надо играть КЕ2, конь бьет Е4. Вот эту позицию я подробно изучал. Вы знаете, первое впечатление таково, что у черных должны быть какие-то проблемы, потому что конь остался на Ц2 и, в общем, увяз. Но при рассмотрении вариантов я не нашел ни одного способа как-то использовать это обстоятельство. Более того, у черных есть очень серьезная контр-игра. Но размен на Ж7 позволит черным быстро захватить вертикаль. Ц, например, слон Ж7, король Ж7, конь Ф3, ладья Ц7 и так далее. Ладья на Б8 пошла. А если сыграть конь Ф3, я во время онлайна думал, что здесь надо играть слон А6, но потом нашел более сильное продолжение. Здесь есть очень любопытный перескок конями. Конь Ц5, нападаем на ладью, ладья уходит, Б3 восклицательный знак. И на АБ конь Б4. Теперь кони черных вырвались на свободу, пешка на Б3 слабая. Затем черные ладья еще атакуют белого коня на Б6. В общем, во всех вариантах черные отыгрывают пешку и получают инициативу. Таким образом, можно признать, что слон Е5 ход неплохой. И здесь наступила еще одна очень важная развилка. Дело в том, что у черных такой очень серьезный выбор. Мне кажется, что здесь Камский мог поиграть на победу ходом, разменом на Д3. Он сыграл конь Б4, естественно, к этому ходу я вернусь. А можно было сыграть слон бьет Д3, слон Д4, ладья Б8 и Ф3. Ну, понятно, что, конечно, трудно за доской решиться на такое продолжение. Дело в том, что кажется, что у белых очень крепкий центр и все у них хорошо, но вот надо издалека предвидеть ход слон Б5. Восклицательный знак. Дело в том, что обратите внимание на этого славного коня Б6, который остается вне игры и вызволить его очень трудно. Теперь получается, что белый слон Д4 скован его защитой. Например, на конь Е2, если, скажем, сыграть ладья С1, то уже можно нанести удар конь Е4. После размена слонов конь падет. Например, конь Е2, нормальный развивающий ход, тогда следует ход конь Х5. Белым предлагается просто разменяться на Ж7 и остаться без фигуры. Что делать? Если отступать на Е3, тогда пешка на Б2 падет тоже не сахар. А если, скажем, сыграть Е5, то есть заслониться пешка от неприятностей, то неприятности тут же напомнят о себе ударом слон Е5. Взятие на Е5, ладья Б6. Как видим, белые еще и архировать не могут, потому что конь висит. Например, если сыграть ладья С1, то конь Ф6, и у белых возникают проблемы с пешкой Д5. В общем, мое такое скороспелое мнение, готов высказать, что вместо взятия на Е4 здесь следовало разменяться на Д3. Вот изучить этот вариант за доской. Может быть, у Камского были бы действительно реальные шансы на победу. Но он сыграл конь Е4 и форсированно получился равный сухой эншпиль. А именно, слон бьет Ж7, король Ж7, взяли на Е4, ладья Б8. В этом задумка Камского состояла. Пока у черных не хватает фигуры, но коню с Б6 некуда бежать. Последовал 3-0, восклицательный знак. Очень важно не просто напасть на конь на Д4, а освободить королем поле Е1 для ладьи Х1. После кони Ф5 Топалов очень верно оценил позицию. Он предпринял максимальные размены в центре и в этой сухой борьбе уже ничем не рисковал. Ну, конечно, здесь белым не следовало жадничать. Например, если сыграть ладья Е1 и после взятия на Б6 взять на Е7. В общем, белый сохраняет лишнюю пешку. Но на самом деле, если продолжить вариант дальше, выясняется, что отсутствие развития подводит белых. Например, после шаха. Король Д2, ладья Д6. Ладья Е5. Кажется, что белые держатся, но это, конечно, иллюзия. После солнца 4 черные уничтожают пешку Д5 и развивают страшную инициативу. Ну, в общем, это ловушка для детского сада. Разумеется, Топалов так не сыграл. Он сыграл Д6. Ну, здесь черные уже должны взять коня, иначе он убежит. После ладья Б6 взятия на Е7, ладья Е8. Разумеется, пешка Е7 не способна долго прожить. Белые завершают развитие и централизуют коня. В общем, моя оценка эта Веншпель немножко колебалась по ходу онлайна. Ну, в общем, сейчас уже ясно, что ни одна из сторон сильно не рискует, и внешняя инициатива белых, она довольно быстро нивелируется. Конечно, пешка F5 не красит положение черных. Например, если переставить ее на G6, то у черных уже было бы лучше. Ну, и здесь у черных все неплохо, потому что все-таки слон в открытой позиции может оказаться сильнее коня, и ладьи у черных очень активны. Я так полагаю, что хитрый шахматист, например, такой, как Карпов или Крамник, здесь сыграли бы тоньше, чем Топалов. Например, есть ход король C2. Знаете, пригрозить королем подойти к пешкам, и если черный сделает ответ на усиливающий ход, тогда вот уже сыграть ладья H1, как мы видим, мы увидим по сравнению с партией, это позволило бы белым избежать нападения на их пешки. А в партии последовала ладья H1, то есть после слона D7 ладья H1, и после размены Камский огорчил Топалов очень сильным ходом ладья H6, выяснилось, что у белых проблемы с пешками. Если сыграть H3, то последует F4, и в общем пешки G2 и H3 подвержены нападению. Ну, правда, этот вариант легко закончить до ничейного результата. Ладья E4, нападаем на пешку, ладья G6. Ладья E7, нападаем на слона, теперь уходить на C8 нельзя из-за ладья C7. Ладья D6, ладья E4, ладья G6, совершенно вынужденная ничья. А в партии Топалов сразу сыграл ладья E7. Ну, теперь опять слону некуда бежать, но зато есть ход ладья D6, замечательный, после которого белые фигуры отбрасываются назад. Сначала конь, а затем ладья. Здесь Камский еще блеснул тонким маневром слона A4, вынудил белых поставить пешку, еще одну пешку на белое поле, это выгодно стороне, имеющей белопольного слона, потому что можно пешки атаковать. После слона C6, вот стало ясно, что в борьбе на два фланга может сказаться слабость пешек А2 и Б3. Еще последовал конь F4, А5, G3. Это ход уже такой, довольно прочный. Дело в том, что белые не вправе, как говорится, распускать руки и атаковать безоглядно, потому что у них тоже есть свои проблемы. Например, если здесь наивно сыграть ладья H3, атакую пешку, да черные просто не обратят на нее внимание. Сыграют король E5, что делать? Если конь идет, пешка G2 рухнет. А если сыграть G3, то тогда после А6 белая ладья окажется в смешном положении. В общем, здесь уже у черных будет явный перевес. Так что Топалов сыграл G3. Здесь я, честно говоря, был уже настроен очень оптимистично. Думал, что Гата сейчас будет играть на победу. Но он продумал 25 минут из оставшихся 35. Потратил все время и сделал как раз тот ход, который, собственно, и предполагалось. Но видно было, что он немножко недоволен чем-то. Видно, он искал шансы на выигрыш, но не нашел их. Последовал F3, слон C6. В общем, позицию обретает стоячий характер. Топалов немножко почувствовал, видимо, неуверенность соперника. Здесь очень быстро шлепнул H4. Но я не зря говорю шлепнул. Какой-то такой глагол немножко пренебрежительный. Но, честно говоря, я не уверен, что этот ход хороший. Все-таки пешка G3 слабая становится. Я думаю, что техничный все-таки был король C2. Помаленечку усиливается. Может быть, кончик из D3 перескочит куда-то вперед. Но, тем не менее, позиция, конечно, остается примерно равной. После H4 последовал ладья D4. И соперники вот в этой позиции уже уткнулись в стену. Поняли, что ничего хорошего здесь не будет. Белые не в силах усилить положение. Не могут усилить положение. Например, на конь D3 ладья D8 последует. И Топалов стал вечно преследовать черного короля. И соперники согласились на ничью. Итак, я эту партию расцениваю как небольшое достижение для Камского. Он удержал черный цвет. Теперь завтра он будет играть на победу. Счет 2-1 в пользу Топалова. Для вас комментировал эту партию. Гроссмейстер Шипов. Всего доброго.